Вы смотрите программу События. В 2019 году в городе начали реконструкцию канализационного коллектора. Первая очередь строительства завершена, а именно на участке от головной канализационной насосной станции Вольбрехтова и до ЖКХ на Интернациональной. Тогда деньги поступили из средств областного бюджета. На 2020-2021 годы предусмотрено еще три очереди строительства. Общая их протяженность будет 3-4 километра и каждая из очередей отдельно будет вводиться. Строительство объекта финансируется из средств займа Международного банка реконструкции и развития. Стоимость, которая зарезервирована на эту стройку банком составляет 3,9 миллиона долларов в США. Строительные работы второй очереди начали 6 сентября. Генеральным подрядчиком выступила витебская фирма. Причем работы выполняют на действующем хосфекальном коллекторе. Прокладка нового коллектора проходит на глубине от 5 до 7 метров. Сложности есть определенного характера. Густо заложены в городской черте инженерные коммуникации и сооружения. Поэтому приходится выполнять прокладку коллектора как открытым, так и закрытым способом. На сегодня полным ходом идут работы на участке у территории ЖКХ и Брест Жилстроя. Далее маршрут замены коллектора пройдет через улицу Рокоссовского вдоль территории ДСААФ и до улицы Звездной. Оттуда продолжат прокладывать трубы вдоль Первомайской и до улицы Федотова. Окончание работ всех очередей строительства запланировано на ноябрь 2021 года. Как пояснили в управлении Пинского водоканала, срок эксплуатации новой канализационной сети – 50 лет. На минувшей неделе начали демонтаж кафе «Сказка». В свое время оно было единственным детским заведением в Пинске, где можно было в компании друзей или с семьей приятно провести время. Однако реальность оказалась жестокой. «Сказка» закрылась. Причина банальна – нерентабельна. В 2003 году в кафе сделали небольшую перепланировку и новую отделку. Однако это ситуацию не спасло. Кафе закрыли и позже выставили на аукцион. Периодически в СМИ появлялась неофициальная информация, часто противоречивая, о будущем заведения. Корреспондентам медиахолдинга «Варяг» удалось получить официальный комментарий. Здание бывшего кафе теперь принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сказка-продукт». Ее директор Галина Веремеенко рассказала, что в начале года проводился осмотр постройки, и оно было признано аварийным. Также были обнаружены большие трещины на несущих стенах и отклонения одной из них. По ее словам, на этом месте будет строиться новое одноэтажное здание с мансардой торгово-административного назначения. Возможно, помещение будет сдаваться в аренду и позволит разместить там объекты разной направленности. Что конкретно будет в новом здании, станет известно позже. Потерявшийся в лесу пенсионер из Пинска найден без признаков жизни. Поиски, которые продолжались четверо суток, завершились в воскресенье 18 октября. Около 11 часов утра пропавшего пинчанина 1941 года рождения нашли погибшим. Напомним, в четверг 15 октября он отправился в лес за грибами недалеко от деревни Вылазы Пинского района. Вечером того же дня родственники заявили о пропаже человека в районный отдел милиции. А утром пятницы оттуда сообщение поступило в Пинский городел по чрезвычайным ситуациям. В поисках были задействованы представители РОВД, МЧС, лесничество и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Поиски усложнялись тем, что никто из родственников или знакомых не мог пояснить, в каком именно месте его нужно искать. И по сути человек был найден совсем не в том месте, на которое указывали знакомые родственники. Пинчанин был найден между станцией Озерной и станцией Вылазами без признаков жизни. С начала осени это уже четвертый случай поиска потерявшихся в лесу людей пинскими спасателями. Они призывают соблюдать элементарные правила, которые помогают остаться в живых в глухом лесу. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, спички, нож, все необходимое, что понадобится им, если вдруг вы заблудитесь. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон. Если есть возможность не отправляться в одиночку в лес, лучше этого не делать. Обязательно сообщите место, куда вы направляетесь. Если вдруг ваше местоположение изменилось, незамедлительно тоже сообщите об этом родственникам или своим знакомым. Пинский РОВД разыскивает без вести пропавшую жительницу Пинщины. Казимирчик Светлана Николаевна, 1970 года рождения, 2 октября этого года, вышла из дома, расположенного в деревне Тырвовичи Пинского района. На рейсовом автобусе она уехала в город Пинск и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы без вести пропавшей. На вид 50-60 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие черные, глаза серые, имеется косоглазие правого глаза. Была одета в куртку коричневого цвета, черные штаны, туфли черного цвета. Пинский РОВД просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей Казимирчик Светланы Николаевны, сообщить об этом по телефону 8044-599-59-55, 8029-674-2038, либо по телефону 31-20-19 или 102. Анонимность гарантируется. Чемпион Республики Беларусь по бодибилдингу живет в Пинске. Алексей Ярошук в этом году дважды был признан лучшим на спортивных турнирах. В августе он стал победителем чемпионата страны по бодибилдингу и фитнесу, а в октябре – открытого турнира по бодибилдингу и фитнесу «Кубок железного льва». Узкая талия, широкие плечи и наибольшая мышечная масса, чем у остальных. Вот основные требования к участникам в пляжной категории «Мускуляр». В итоге судейство отдало первое место и звание победителя в абсолютной категории нашему земляку. К заветной вершине спортивного Олимпа Алексей шел долго и упорно. Для меня тоже восьмое соревнование. Первый раз я стал одиннадцатым, потом было восьмое место, шестое, потом было много четвертых. Но в прошлом году я уже начал играть. На Кубке Восточной Европы я уже стал третьим, на международном турнире Кубок Сварога, потом на Сорок Про я занял тоже второе-третье место. На чемпионате страны также стал третьим, на Кубке Железного льва также стал третьим. И не получалось выиграть. 2020-й стал самым успешным. Высокие награды Алексея Ярушука теперь занимают видное место в фитнес-центре «Адреналин». Здесь бодибилдер проводит большую часть своего времени. И как спортсмен, и как тренер. Будучи 18-летним юношей, Алексей хотел быть похожим на мускулистых ребят из журналов. Сегодня он сам пример для подражания. В нашем спорте дисциплина решает все. Потом как тренироваться мало. В отличие от других видов спорта, где тренировки 3-4 раза в неделю, и все. И можно отдыхать, как-то питаться, то есть особо не париться, грубо говоря, за результат. В нашем же спорте 24 на 7 вы должны выкладываться. К слову, пинский бодибилдер в свое время окончил Московский институт физкультуры и спорта, прошел несколько курсов по бодибилдингу, имеет соответствующие сертификаты, является членом Федерации бодибилдинга и фитнеса Республики Беларусь. У Алексея Ярушука за плечами богатая спортивная биография. На ее страницах уже записано не одно достижение. И пинчанин готов продолжать пополнять копилку своих наград. У него большие амбиции на следующий год – стать тренером-чемпионом. Для этого его ученики должны достойно выступить на весенних стартах и принести награды. Главной победой я считаю признание своих близких, ну уже хотел сказать клиентов, но клиентов не поворачивается сказать язык, друзей. Близкие мои друзья подарили мне вот такой вот замечательный кубок лучшему тренеру планеты Земля. Это те ребята, которые занимаются со мной уже не первый год, действительно у которых есть результаты. Ребята, которых я замотивировал, те ребята, которые стремятся. На прошлой неделе Алексею позвонили из России. Пригласили поучаствовать в Кубке Восточной Европы, который пройдет в Курске 29 ноября. Спортсмен не отказался. И сегодня активно готовится к новым стартам и уверенно идет к очередной поставленной цели. В Пинске и районе с начала года произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. Из них 11 в Пинском районе, 22 в городе. В этих авариях пострадали 32 человека, погибли 6. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными. Именно с наступлением осени погодные условия значительно ухудшаются, а количество аварий на дорогах увеличивается. Зачастую жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся именно пешеходы, которых, как и велосипедистов, относят к наиболее уязвимым участникам дорожного движения. Доля аварий с участием пешеходов в нашем регионе остается весьма значительной – порядка 40%. Среди основных причин данных ДТП – переход в неустановленном месте, отсутствие световозвращающих элементов, а также нетрезвое состояние. По данным ГАИ, риск гибели пешеходов снижается на 70% при использовании световозвращающих элементов. Впервые в Пинск привезли выставку, посвященную памяти Святой Блаженной Валентине Минской. Это первая и пока единственная в истории Белорусской Православной Церкви святая, канонизированная в чине Блаженной. О ее жизни известно немного. Родилась в 1888 году в семье священника. Во время репрессий против церкви в 20 веке потеряла мужа и родных. Более чем на 30 лет была прикована к постели из-за болезни. Еще при жизни Блаженной Валентине открылся дар исцеления и прорицания. После ее кончины и до сих пор многие продолжают получать чудотворную помощь Белорусской Святой. Об этом свидетельствовали и на открытии выставки в Пинске. В частности, прихожанин Кафедрального собора специально приехал из Минска, чтобы рассказать пинчанам об удивительных случаях помощи Матушке Валентины в наши дни. На выставке широко представлена фотолетопись ее земной жизни и событий, связанных после ее упокоения. Нас спрашивают, а кто отвечает за эту выставку. Она вышла из недр благодарных человеческих сердец. Эта фотолетопись. Люди создавали, хотели об этом сказать. И люди вот, даже то, что она перемещается сейчас, те люди, которые переводят, это тоже личная инициатива. Это люди, которые Матушку встретили и готовы, и хотят послужить ей. В Пинск выставку привезли спустя семь лет после ее первого открытия. Начиная с 2013 года, фотолетопись о Святой Валентине Минской посмотрели жители многих городов Беларуси. А начиналось все с личной инициативы минского фотографа Георгия Бегозы. В 2018 году выставку пополнили художественные полотна. Они были написаны в период проведения международного пленера. Тогда художники из Беларуси, России, Украины и Молдовы посетили место жития и могилу блаженной Валентины Минской. К слову, именно сюда, в деревню Крысово Держинского района, ежедневно, в любую погоду приезжают паломники. Когда скорбь на душе, либо недоумение, как поступить, и жать к Матушке. И это, наверное, счастье, что у нас есть возможность для любого человека сесть, кто на электричке, кто на машине приехал к Матушке, побыл на могилке. А еще, если кто-то что-то подделает по украшению, это вообще будет такая радость. На выставке можно помолиться у иконы, которую специально привезли из Минского кафедрального собора, взять на память житие святой и даже приобрести понравившуюся картину. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Основная цель выставки – чтобы как можно больше людей прикоснулись к духовности. Но главное – узнали о светоще Белорусской православной церкви. Посетить экспозицию можно до 12 ноября в городском Доме культуры. Прогноз погоды на 24 октября. В Брессе плюс 13 днем, ночью плюс 10. В Витебске 10 градусов тепла днем, ночью 9. В Гумеле 12 и 9 градусов выше нуля. В Гродно плюс 13, плюс 10. В столице Беларуси днем 10 градусов тепла, ночью 9. В Могилеве плюс 10 днем, ночью плюс 8. В Пинске 24 октября ожидается сплошная облачность. Утром возможен дождь. Ветер западный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 13, ночью ожидается около 7 градусов тепла.